Как мой голос может быть голосом Бога? И вот тогда-то отец взял меня с собой, и я оказался как бы в его саду, и там были эти золотые ворота. И все это, я думаю, немного символично. Это не было похоже на то, что я пытался что-то понять, потому что я много раз бывал в саду моего отца. И по сути вы просто отдыхаете там. Вы просто есть. Вы не задаете вопросов, вы не пытаетесь понять, что делать. Вы просто приходите в место полного покоя. И все начинает разворачиваться. Так что, проходя через эти своего рода золотые ворота в это место, я как будто полностью расслабился и просто плавал в нем. И это было место для размышлений, где как будто что-то вынашивалось. Божьи мысли, Божьи желания, вот что начинало меня трогать. И прикасаясь ко мне, я начал резонировать с этими мыслями. Мои мысли и его мысли были в полном согласии и гармонии. И тогда я буквально стал его голосом. Я смог воплотить эти мысли в жизнь. Так что я пошел, знаете ли, к водопаду. Это было похоже на то, что во мне что-то произошло, что-то во мне зарождается. Как мне высвободить это? И вот я оказался у водопада, и буквально ощутил звук множества вод, я как бы сформировался в этот звук. Это было похоже на то, что мои мысли были его мыслями, но я еще не был звуком. Я еще не был его чистотой. И то, что я был там под водопадом, для меня как бы превратило меня в звук, который означал, что свет будет реагировать на меня. Это не значит, что я глаз Божий, и все, что я скажу, произойдет мгновенно. Вы знаете, возможно, именно такими мы и станем, когда станем полностью зрелыми и вознесенными отцами. Но в данный момент я прохожу через этот процесс, я хочу познать сердце отца. Теперь вы можете пребывать в этом месте постоянно, в том смысле, что Иисус делал только то, что, как он видел, делал отец. Таким образом, он все время был связан с сердцем отца. Отец был в нем, он был в отце. Эти отношения существовали, он был его голосом. Вы знаете, если бы весь этот процесс все еще происходил, то все, что он делал в духе, одновременно работало бы и на земле. Вы знаете, так оно и было. Но мне как бы пришлось изучить этот процесс. Но вы можете настроиться на сердце отца. Так вот, допустим, я попадаю в ситуацию, и я чувствую сердце отца в этой ситуации. Тогда я могу понять, что же я призван здесь делать. Потому что Бог высвобождает свое сердце, а не набор подробных планов и чертежей архитекторов о том, что вам нужно сделать. В противном случае вы просто превратитесь в робота, который выполняет определенную программу. В то время как на самом деле все совсем не так. Бог вовлекает нас в творческий процесс, который позволяет нам реализовать этот процесс через нас самих. И это, по-моему, здорово. Вы знаете, я думаю, что это показывает, как Бог относится к нам и видит нас такими, какими он нас создал, и доверяет нам быть выражением его сердца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!